Уважаемые коллеги, сейчас мне хотелось бы передать слово Жучковой Елене Валерьевне, директору Ассоциации СРУ Альянс строителей, члену Общественного Совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. И я думаю, что в своем докладе Елена Валерьевна сможет ответить на многие вопросы, которые сейчас были заданы, во всяком случае по срокам точно. Ну, уже Александр Васильевич даже на некоторые вопросы ответил, но я все-таки начну так немножко краткий обзор по законодательству. Что же, когда это ввелось, это независимая оценка квалификации. С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в Городостроительный кодекс и в соответствии с ними введена независимая оценка квалификации для специалистов, которые уже внесены в национальный реестр и которые планируют вноситься в национальный реестр специалистов. И, соответственно, вместо прохождения повышения квалификации должно быть подтверждение квалификации специалистами через процедуру независимой оценки квалификации. Городостроительный кодекс статью 55.5.1, который устанавливает требования к специалистам по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и по организации строительства, эту статью полностью переписали. И вот четвертый пункт, который ранее говорил о том, что должно быть повышение квалификации специалистов по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет прохождения, то сейчас эта статья гласит о том, что должны специалисты проходить независимую оценку квалификации один раз в пять лет. Пункт 3 этой же статьи. Ранее был стаж, общий стаж трудовой по профессии, специальности или направлению подготовки был не менее чем 10 лет. Теперь с 1 сентября измененный общий стаж может быть не менее чем 5 лет. Соответственно, при снижении требований более молодые специалисты могут внестись уже в НРС. Раньше такого не было. Об этом много говорилось. И вот изменения в Городостроительный кодекс внесены. 15 апреля 2022 года Министерство по строительству подписало приказ номер 286 ПР, который утвердил перечень документов, подлежащих в соответствии физического лица установленным требованиям для специалистов для внесения в национальный реестр. На слайде видите, какие перечни появились, да, из чего вот пять приложений есть. Документ установил и перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица минимальным требованием состав сведений, которые включаются в национальный реестр, порядок внесения изменений и основания для отказа во включении физического лица в национальный реестр. И перечень случаев, при которых сведения исключаются из национального реестра. Первое приложение данного приказа, оно о перечне документов, подтверждающих соответствие физического лица. Что же здесь появилось? Здесь появилось свидетельство о квалификации. Документ, который как раз подтверждает прохождение независимой оценки квалификаций не реже, чем один раз в пять лет. Сокращен срок до трех месяцев справки о наличии либо отсутствия судимости физического лица. Ранее он был шесть месяцев. И для иностранных граждан добавился еще документ-патент. Ранее было только разрешение на работу. Второе приложение данного приказа, оно определяет состав сведений открытой части национального реестра. И здесь в этом составе сведений добавляется еще информация о выдаче свидетельства о квалификации. Вот вы видите на слайде. И информация о дате принятия решения о внесении изменений в отношении специалиста, который внесен. После прохождения независимой оценки квалификации, вот сейчас и Александр Васильевич сказал, что после прохождения независимой оценки квалификации будет автоматически внесено, при положительном, естественно, сдаче экзамена будет внесено в реестр вот эти вот данные. Следующее приложение приказа – это о перечне случаев, при которых исключается из национального реестра. Здесь уже эти случаи были, некоторые были добавлены. На слайде вы видите, я, наверное, здесь останавливаться не буду. На чем хочется остановиться? Сведения, значит, пункты, которые говорят о том, что в случае, если специалист не прошел независимую оценку квалификации, то он будет исключен из национального реестра. И эта независимая оценка должна проходить раз в пять лет. То есть пройдя сейчас, через пять лет нужно подтверждать опять независимую оценку квалификации. Что очень важно, на что надо заострить внимание, что если специалисты исключат из национального реестра, то повторно подать заявление он сможет не раньше, чем через два года после исключения. Поэтому вот здесь вот надо очень внимательно к этому относиться, что проходить эту оценку квалификации уже сейчас, а не оттягивать на когда-то. Как и уже сейчас было сказано, национальное объединение уведомляет физическое лицо, то бишь специалист, который включен в национальный реестр, за 60 дней о том, что необходимо пройти независимую оценку квалификации, направлять на электронную почту и на адрес местонахождения этого лица, но которое было указано при внесении в национальный реестр. То есть если специалист уволился, поменял почту, поменял место жительства, то данные, то уведомление просто до лица не дойдет. Соответственно, если вдруг у кого-то изменились эти данные, необходимо обязательно уведомить национальное объединение. В противном случае данное уведомление специалист не получит. Также здесь еще вот перечень этих случаев по исключению лица из национального реестра, он расширен, их всего 13 пунктов. Вы видите на слайде добавлены такие некоторые интересные, даже не интересные, а правильные случаи, как, например, что в случае, вот 11 пункт, в случае наличия заключения указывающих на виновность специалистов национального реестра в период выполнения им должностных обязательств его исключат. Если по вине данного специалиста компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков, то тоже его исключат из национального реестра. То есть, да, такие вот случаи в этом приказе, они все описаны. В декабре 2022 года, так, это вот хочется еще об этом сказать, что при оформлении исполнительной документации, вот есть ряд изменений в части изменения формы общего журнала работ. И вот этот приказ 10-26 ПР был принят Министерством по строительству. Он определяет вот форму ведения журнала. Он вступит, этот приказ, с 1 сентября 2023 года. И уже эту форму игнорировать нельзя, она должна быть четко установлена. Что здесь появляется? Здесь появляется идентификационный номер в национальном реестре. То есть, помимо того, что там есть определенные данные лица, которые подписывает, то должен быть этот номер из НРС. Соответственно, если специалисты исключат из национального реестр, то, соответственно, здесь, да, вот эти вот будут моменты проверяться. Поэтому тоже надо на это обращать внимание. С 1 сентября требование вот к указанию реестрового номера станет обязательным приведение этого журнала. И на что хотелось бы обратить внимание, мы как СРО проверяем компании. И по требованиям это должно быть не менее двух специалистов, в зависимости от уровня ответственности. Но на самом деле их намного больше. У компаний не один объект строительных, а несколько. У проектировщиков не одна проектная документация проходит экспертизу, а много. Соответственно, должно быть больше, чем два специалиста. И они у компаний есть больше, чем два специалиста. Поэтому обратить внимание не то, что которые вы, специалисты, подаете, когда для соблюдения требований в национальный реестр, но и обязательно проверить всех специалистов своих, которые есть у вас в организации, которые включены в этот национальный реестр. Если они включены, обязательно им нужно пройти эту независимую оценку квалификации. В противном случае просто их исключат. Ну и требованиям не будете соответствовать СРО и много чего других. И актов водоэксплуатации, подписания проектной документации здесь уже подписывать просто будет некому. Сама независимая оценка квалификации, она подтверждает, что это такое, да, подтверждение факта, насколько специалист вообще соответствует квалифицированным требованиям, насколько он квалифицирован, профессионален. И она проводится в центрах оценки квалификации. И проходят эти специалисты, которые внесены в национальный реестр, по седьмому уровню квалификации. Это по строительству, это специалисты по организации строительства, по проектированию, это специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования и архитекторы, и по изысканиям специалисты по организации инженерных изысканий. Итак, если подытожить все законодательство, все то, что в связи с этим вышло, то мы говорим, что не реже одного раза в пять лет должны специалисты проходить независимую оценку квалификации. Снижены требования по наличию специалистов общего трудового стажа по профессии специальности с 10 до 5 лет. То есть больше сейчас специалистов можно сместись в национальный реестр, более молодые специалисты могут это сделать. Уточнен перечень документов, которые подтверждают соответствие физического лица минимальным требованием для включения в национальный реестр. То есть это появляется свидетельство о квалификации, о прохождении независимой оценки квалификации. И расширен перечень документов для иностранных граждан и срок справки об отсутствии или наличии судимости, который тоже является одним из документов для внесения в национальный реестр. Срок стал сейчас на сегодняшний день 3 месяца. Приказ, о котором говорил сейчас Александр Васильевич, уже об этом тоже многие знают, 529 приказ о переносе сроков прохождения независимой оценки квалификации. Он говорит о том, что у специалистов, у которых обязанность возникает в 2022 году, то вот у них срок прохождения независимой оценки квалификации переносится на 12 месяцев. А в 2022 году наступает обязанность у достаточно огромного количества специалистов. То есть все специалисты, которые были внесены, начиная с 2017 года, 2017, 2018, 2019, повышение квалификации у них уже давно закончилось. И, соответственно, у них наступило прохождение независимой оценки в 2022 году. И этот срок перенесен на 12 месяцев. Соответственно, до 1 сентября 2023 года у наибольшего количества специалистов появилась вот эта обязанность пройти независимую оценку квалификации. С 1 января 2023 года, вот с этого года, если специалиста, который планирует вноситься в национальный реестр, он уже должен пройти перед внесением независимую оценку. То есть не после, а сначала пройти независимую оценку квалификации, а потом уже вноситься в национальный реестр. Это уже с 1 января уже действует и вносит сейчас в национальное объединение именно так. Что же очень важно, на наш взгляд, как саморегулируемая организация, то есть мы смотрим с этой стороны, необходимо обязательно учитывать, что после успешной, я обращаю внимание, после успешной сдачи профессионального экзамена, срок выдачи свидетельства составляет до 30 дней. Это мы говорим успешно. Если специалист не сдал, то, соответственно, ему идти еще раз на экзамен, еще раз сдавать. И у нас были случаи, когда специалист по три раза приходил, и только он там с третьего раза сдавал этот экзамен. Соответственно, это надо учитывать, и надо это не откладывать в долгий ящик. Сентябрь не за горами. И поэтому проходить надо заблаговременно. Начинать уже сейчас. Мы у себя всем и в письменном виде рассказываем всем нашим организациям, и проводим разъяснительные мероприятия для того, чтобы все-таки компании не оказались в такой ситуации, что специалистов исключат из НАЦ-реестра, и они как бы, что им делать? Подписывать документы будут некому. Ну и то, что такое тоже очень важное, что повторное внесение специалиста только через два года. То есть специалисты исключить очень просто, а внестись обратно в НРС только через два года. Еще хотела в части, что обратить, нет, даже не обратить внимания, сказать, у нас уже были случаи, это, конечно, не поголовно, а такие единичные случаи, когда к нам обратились компании и сообщили о том, что при заключении госконтрактов и при даже обычных контрактах заказчики уже сейчас начали требовать не только специалистов, включенных в национальный реестр, стали требовать, чтобы на этих специалистов предоставили свидетельство о прохождении независимой квалификации. Соответственно, если это уже начали требовать, то, да, в любом случае могут и потребовать у любой компании. Поэтому, опять-таки, да, говорю о том, чтобы не тянуть и проходить обязательно эту независимую оценку квалификации, как можно быстрее не тянуть с этим. У меня по такому, по обзору такого законодательства все. Если будут какие-то вопросы, Светлана Александровна, мы потом или сейчас? Да, конечно, конечно, да. Я вас не опередю с вашими вопросами. Нет. Коллеги Ананченко и Алексей, архитектор. Елена Валерьевна, хотел уточнить, если я в установленные 60 дней процедуру прошел, но экзамен не сдал, предоставляется ли мне еще какой-то срок на пересдачу? Это первое. И второе, могу ли я в этом случае буквально на следующий день пытаться пересдать? Спасибо. Ну, вот этот установленный срок, он нигде не прописан, 60 дней. Это национальное объединение определили так, что за 60 дней, в принципе, можно подготовиться и пойти сдать экзамен. Поэтому они за 60 дней уведомляют специалистов. Соответственно, если не сдал, почему они уведомляют за 60 дней? Они уведомляют за 60, именно отталкиваясь от срока, когда крайний срок предоставления этого свидетельства о прохождении независимой оценки. Соответственно, уведомили за 60 дней. Если не уложился, то вот как сейчас Александр Васильевич сказал, что будут исключать из национального реестра. На сегодняшний день я не слышала о таких случаях, что сейчас уже исключали. Если вопрос сейчас был, когда задавали, что повышение квалификации до апреля 2023 года. По сути, что в апреле, даже возьмем января 2023 года, то, по сути, должны были пройти независимую оценку до вот этого января 2023 года. Но на сегодняшний день пока что национальное объединение. Я не слышала, чтобы кого-то исключило. А если у кого-то в апреле, то просто бегом бежать надо, потому что сегодня не исключат, но завтра, возможно, исключат. Спасибо. Поэтому надо идти. А по поводу сдачи это, наверное, довольно... Да, наверное, я могу ответить, можно ли сдать на следующий день. Технически практически невозможно. Потому что для того, чтобы вам сдать экзамен, вам нужно зарегистрироваться в системе. Ну, вы уже, допустим, зарегистрированы, да, первый раз пришли на экзамен. Снова оплатить экзамен. А это, как правило, нельзя сделать в одну секунду. Потому что, к сожалению, в этой процедуре не предусмотрена бесплатная сдача. То есть, если кто-то сдавал экзамены у лифтовиков, у них долгое время была возможность второй раз пересдать бесплатно. Нет ограничения по времени. То есть, никто не говорит, что вы должны прийти через месяц или через день. Но физически, технически, день в день не получается. Спасибо. Если позволите, я дополню соображением по возможности исключения из национального реестра. Ну, допустим, в апреле 2023 года. Это совершенно невозможно. Если внимательно прочитать приказ Минстроя о переносе сроков, то вообще процедуры исключения по любым причинам могут начинаться только после 1 сентября 2023 года. Спасибо. Поэтому, если закончился срок повышения квалификации в апреле или в мае, до 1 сентября 60 дней срок не действует. И если НОПРИС или НОСТРОЙ такое уведомление отправит, его придется опротестовывать. А что значит не действует? Не действует, потому что вступает в силу возможность исключения из национального реестра не по истечении пятилетнего срока после повышения квалификации последнего в любом, как бы сказать, хронологическом исчислении, но только после 1 сентября 2023 года. Поэтому до 1 сентября 2023 года... И исключения из нас реестра по этому признаку незаконны. Но вот я обратила внимание на приказ, который Минстрой, и обратила внимание, там звучит для тех, у которых наступает обязанность в 2022 году. Это распространяется перенос... Это распространяется перенос на 12... Это не игра слов, это законодательный... Нет, но тем не менее перенос общей процедуры на 12 месяцев... Нет, нет. Обратите внимание, у тех... Я вам это говорю просто не просто так, а мы с этим разбирались очень долго. И вот там фраза, у тех, у которых наступает обязанность в 2022 году, а те, которые уже в 2023 году, на них не распространяется перенос на год. Да, процедура вызывает много вопросов. Да, вызывает много вопросов. Пока ни одного специалиста из реестра не исключили. Но мы с вами не знаем, в какой момент это начнется. Как будто бы сейчас Александр Васильевич сказал, что после 1 сентября. В других беседах с другими руководителями национальных объединений я слышала, что, возможно, после съезда. Наверное, лучше точно уточнить, когда заканчивается удостоверение официально, да, в настрое, в напризе, и постараться к этому моменту сдать. Ну, риск будет тогда нулевой. Соответственно, до 1 сентября, ну, наверное, минимальный. Субтитры сделал DimaTorzok